Я считаю, вот эта близорукая позиция нашего руководства прежде всего, хотя там есть и ошибки со стороны украинского руководства, но о них чуть позже, а вот эта близорукая позиция, позиция менеджера, помните, Путин заявил в свое время, я менеджер, нанятый государством для того, чтобы соблюдать его интересы. И вот его сегодняшнее поведение с позиции получения прибыли для государства, оно абсолютно не соответствует роли и интересам геополитическим странам. Вот заметьте, как ведет себя Германия в отношении Греции. Совершенно не так, хотя, казалось бы, близости особой между совершенно разными в культурном отношении странами нет, одни вы знаете католичество, другие исповедуют православие. А это наши братские народы, не просто братские народы, это по сути один народ, россияне, малороссы и украинцы тут говорить даже ни о чем не приходится. Так вот, вся предыстория отношений с Белоруссией показала, как легко можно разрушить всяческие отношения. Мы на словах заявляем, что мы братья, на самом деле выступаем совершенно иначе. В данной ситуации я, как это ни парадоксально, на стороне украинцев. И вот почему. Казалось бы, пришел Янукович, человек к России, более положительно настроен, будем говорить так, чем Ющенко, предыдущий президент. Но в то же время он, как человек, который понимает, что действительно контракт совершенно невыгодный. Но как это может быть так, что ты для Украины продаешь чуть ли не в полтора раза дороже, чем для Германии? Причем с учетом дисконта по Черноморскому флоту. Это с учетом этого дисконта. По 400 долларов за тонну. Понятно, что он потребовал пересмотра этого соглашения. Никакой политики с его стороны я здесь не вижу. Почему страна должна терять 90 миллиардов долларов за те 10 лет, на которые этот контракт рассчитан? Это раз. А второе. Как это так? Братья, мы говорим, что мы братья, должны, казалось бы, наоборот, уж как минимум по меньшей цене отдавать, а то иногда и просто помогать стране, брату своему. Мы вместо этого поняли шум, что это все правильно, что это все интересно. Это если говорить о газовой составляющей. И, конечно, вот такого рода поведение, оно заставляет вот тоже нынешнее руководство Украины посмотреть все-таки в сторону Запада. И все больше разворачиваться туда. Коль скоро такое отношение они видят неискреннее со стороны России. Вот это очень опасно. А есть там вопрос о том, что, так сказать, обещали ввести русский язык как обязательный государство, как второй государственный язык. Ну, на этом пути есть определенные сложности, определенные силы, которые не очень в этом заинтересованы, синициировали обращение в комиссию, так называемую, итальянскую, которая рассматривает эти вопросы. Хотя эта комиссия уже вынесла решение, что это вполне легитимно, если это будет сделано, судя по количеству русскоязычных людей. И в этом наблюдается определенная двусмысленность. Так вот, эти меры, о которых мы сейчас с вами говорим, газовый конфликт, по энергетической сфере это в целом наблюдается, в металлургической сфере, они, конечно, никак не приближают то, что можно было объединить эти три народа, как минимум, и Казахстан, а без этого будущего нашего развития.